итак всем привет дорогие зрители начинаем наверное нашу рубрику эпических фейлов как личных так и клановых и начнем с общего поражения нашего клана краматорск влетели мы 4653 так как у нас были разногласия в клане нашим товарищем самым главным иван помидоров он видел по-своему защиту мы по-своему не суть до дела вот посмотрим он отыграл одну битву на сто процентов и ушел из клана все остальные соклановцы играли за исключением донбасса какие-то у него личные свои проблемы фалкон неизвестно почему клан активно играют все не все хорошо поэтому будем искать какую-нибудь ржаку вражеский клан играет гораздо лучше хотя у них тоже товарищ со второго места покинул клан неизвестно по каким причинам ребята нападали в основном вторые атаки драками нападали грамотно мы тренируемся смотрим на других проигрышей у нас не так много было это третий наш проигрыш где-то была однажды ничья неужели она исчезла 10 да только 10 битв показывает хотя выиграли мы 12 всего одну мы ничью сыграли играем по стольку поскольку можем да попался то что я пишу со стига основной мой аккаунт доктор сумрак мой брат андрей которого зовут на самом деле александр передал мне права главы и на права главы теперь управляю кланом я в нашем клане большинство игроков недавно поперек перешли на тх7 это мой третий аккаунт джули варьер только перешедшие на тх7 буквально на днях кстати сделал такую же базу как на стиге твих это ильям тоже перешел только-только перешел вот наконец-то человек перестроил базу очень часто требую практически от участников чтобы крепость клана стояла как можно ближе центр и также противовоздушная оборона молодец будешь когда смотреть видео себе плюсик также артем кахалк артем совсем недавно перешел буквально пару недель вот видите человек за две-три недели уже отстроил заборы пошел строить еще есть самый уникальный у нас человек храме вампайр это иностранец живущий насколько мы все поняли в шри-ланке строит конечно уникально жалко разбитый база уникальное строение уникальные воины у него уникальные нападает он уникально кстати сейчас посмотрим как он нападает вот и нападение раме чем мыслят иностранцы непонятно первоначально всегда надо вытащить из клан башни воином ну решил что еще что еще что-то максимально чем будет прикол это то что это пользу удобно Ребята, кто будет за их видео наказывать, бог бы как-то санкции какие-нибудь применять не получают. Много луков, мало магов, взял бы больше гигов, взял бы больше магов, не брал бы вообще гоблинов, очень много взял бомберов, бесполезная вещь, выиграл бы на 3 звезды вместо одной. О, мой самый младший аккаунт Сумрак попал в самую героическую оборону, очень интересно. Я решил очень серьезно растянуть базу, все вооружение всунуть вовнутрь базы, вот так вот ребята нападали. Все издалека, долго нудно, боистры не отплатывали, защиту отрабатывали, очень много стоит. Сумрак попал в самую героическую оборону, так как перед прокрыл он ставит, товарищи на флотборах, говорили, что у него все безусловно взятых багов. В конец определенного согласия в клане, чем нападает. Но, если второй спелл, то он все-таки убил щиту, багов. Вот, вот непонятно, вот, вперед через камень, чем-то нападает, для обракона, все вниз камень, все за горло мое. И таких оборон будет сейчас, значит, это будет. И сейчас в военных событиях найдем остальные нападения на сумраках, потому что их было очень много. Вот, допустим, вот это первое. Это я пробовал, у меня войска не были, 5-й Таунфор, нападать было тяжело. Да, третий барбары, третий луки. Файл, как обычно. Ну, наверное, будем сейчас все файлы смотреть снизу вверх. Кто как файлил. Сан Саныч, Чули, это тоже мой аккаунт. Вот, наш бывший глава. Файл. Просто не повезло. Не такую уж прокачку. Вот она, пополучная бомба. Ну, на этом вся атака потеряла. Второй, что я, Белкона, сюда улетел. Обчатку, как я, не знаю, что было. Пальцем, наста-койска. Ну, не то, что надо. Вся, два, там, по-настоящему. Гигантов, находу, здесь деф убивают. Деф убивает гигантов. Войска вроде бы правильные набраны, хотя я бы взял бы немного луков. И попробовал бы выбить. Далее, конкретных файл. А, вот, Сумрак, атака отбита. Посмотрим еще раз, как люди пытаются убить Сумрака. И включим четвертую скорость. Нападают разрозненно. Всегда нападают шестями. Хотя, тут пытались вот на бич. Обязательно надо в расцепную ставить. Вот, а то, видимо, будет чуть-чуть в карту. Заставят ноги, не делая, не делая, не делая, не делая, не делая. Войска растянулась. Это последнее из дыхания. Зачем? Вот опять гобли. Какие гобли, восьмарки? Это выехали. Так, атака в Аллилула. Это мы смотрели. Это на Сансаныча нападали. Фолксон, пожалуйста, тоже. Александр наш из Краматорской. Тоже что-то здесь закупили, вот здесь вот частями варваров все это случилось, они разбежались, защита кланкаста стоит за забором, они идут спокойно через забор, варвары много нечего в защите, то есть ошибка отманивания из кланкастов. Опять варвары, то что я вам говорил, что есть, то есть варвары, вот так, это очень печально, да и все было очень много варваров и очень мало гиглов, варвары как барабаны, конечно, 103, зачем, к чему, только 3, это испанкастно, да, печально. Далее ничего такого здесь сверхъестественного не было, нападали частями, частями били, только под самый конец они посмотрели, наверное, посовещались, как им нападать и начали конкретно выбивать по 3 звезды. До этого момента мы ввели, было около 46.39, и вот это вот последнее меня очень серьезно повыбивали. Ну, точнее, вот здесь Артем выбил еще одну, Поксон что-то попробовал сделать, выбил также 2 звезды. Ну, просто интересно, кто это нападал на Помидорова. Ну, тоже недокачанный человек, это с высоким самовнением. Опять же, растянулся на свете, такое ощущение, что он рандомно хотел выбить ресурсы. Ну, а эти ресурсы без силы решения. Не вижу, не вижу никакого масла, собственно, надень. Обеды не будет. Просто бесполезный бред. Ну, давайте посмотрим мою оборону. Вот так, кобельами выманивают из тонкастла защиту. Вторую часть записи пробуем. Более уменьшенным звуком приложение. Затем выпускает сильных. Очень раздельно пустить шаги. Надо увидеть большую бомбу. Просто здесь очень много, наверное, если бы не было больших сетей. Бомбики эффективно, хотя неэффективно. Я считаю, сбрасываю крышечную точку. Так как они и так разбегаются в 2, и то в 4. И не хватает. Дальше рассеянная атака, чтобы выбить одну звезду. Я все поглядываю. Идем. 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 Как нападали на остальных, да? это я хотел с тебя еще посмотреть, вот как они нападают драками, выбивают банкой с запоминанием с молнией для переменной банки воздушная оборона, и нападают базбайки, однако ложка не справится и отличная макханалия примерно так все происходит, все несется, мне нравится драки хоть и первые, но не так не хило пришлось часть видео переписывать, появилась панель меню, нижняя так как захватил я часть экрана о чем во второй половине я рассказывал не помню но видео у меня упорно не хочет полностью сохранять звук до половины сохраняет и почему-то режет хотел я там наверно показать как я атаковал простыми пешими наземными войсками внимание так значит отсюда не хватает радиуса действия а что конечно и гоблина у нас замок если она не любит и снова врывается телефонный звонок в запись это может обычное явление так так и выбиваем защиту и 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 Пазм не докачанных, таких особых трудностей не должно быть, маркируем без ключа, не докачанных, то есть от первого уровня, второго, третий уровня, рынки с другими, когда много файл, нажал второй раз посмотреть, вот такие результаты, ребята готовятся к новому КВ, наш новичок Рейхнак, Саша из Крабаторска, все ребята местные, все ребята большинство взрослые, Димка у нас еще молодой парень, Твих, тоже 16 лет парень, вот примерно как-то так, а хотел еще по своей базе рассказать, что не выходите очень рано на высокий уровень таунхола, потому что не будете успевать ничего делать, у вас не будет ни защиты, ни войска, я от войска никак не могу докачать шаров не соберусь, потому что их особо не использую, бомберов тоже нужно, хилку третью никак, драконов, банки, вкачал только вторых негров, буду пытаться теперь их использовать, посмотрим, хотя лучше конечно третий и четвертый, но пока не хватает времени, еще одно, что я хотел показать, это как переходить из одного аккаунта на другой, первоначально вы должны забить аккаунты в телефон, в планшет, в приложение на компьютере, как я использую, затем нажимаете шестерню, отключаете google вход, включаете google вход обратно, и вам предлагают на выбор несколько ваших аккаунтов, выбираете любой из них, будто тот, тот или тот, три или добавить четвертый, пятый, окей, переходим на другой аккаунт, вводим большими буквами подтвердить, нажимаем окей, все, вы переключаетесь на другой аккаунт, и вуаля, играете на втором, так же на третьем, так же на четвертом, кто-то с двумя не может справиться, даже с одним, я играю пока с четырех, пока есть время, я успеваю, мне нравится идти с того, с другого, с третьего, с десятого, пробовать разное, с одного аккаунта не все получается, второй, третий, четвертый я докачиваю так, как нужно, докачивая все на своем уровне, только докачав все, перехожу на следующий этап, на этом я заканчиваю своем видео, всем спасибо, всем пока!